Всем привет! С вами Трестания и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем! Для работы нам понадобится два цвета полимерной глины и остатки тех же цветов. Тальк или крахмал, кисточка, текстурный лист, щетка, скальпель, моделирующий инструмент с силиконовым наконечником, лезвие, скалка, спицы, мико-пудра зелено-золотистого оттенка, кусочек кальки. Для начала раскатываем черную полимерную глину в пласт на максимальной толщине паста машины. Разрезаем его пополам и на один пласт наносим текстуру щеткой с одной стороны. На текстурный лист наносим тальк при помощи кисточки. Прикладываем второй пласт и прокатываем на той же толщине паста машины. Кладем пласт на первый и прижимаем щеткой. Лезвием убираем все лишнее и задаем форму. Сглаживаем края и скальпелем вырезаем отверстия. Выравниваем все моделирующим инструментом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Берем наши остатки полимерной глины и добавляем в них еще голубого цвета. Все это режем на мелкие-мелкие кусочки. Собираем и катаем колбаску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскатываем черную полимерную глину в пласт примерно 1,5 мм толщины. Колбаску нарезаем на пластинки вдоль и укладываем их на подготовленную подложку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кладем на заготовку кальку. И скалкой выравниваем весь пласт. Лезвием задаем заготовке нужную форму и щеткой наносим текстуру. Основу тонируем пудрой по выпуклым частям и собираем заготовки вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кончик продеваем через отверстие. А из широкой части формируем петельку. Это и будет служить держателем для нашего кулона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продеваем спицу и в таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как кулон остыл, я продела шнур и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.